Он не нуждается в представлении, так как его знает практически каждый. Не стоит перечислять его регалии, так как их слишком много. Главное же то, в чем заключается основа его популярности. Это профессиональный бойцовский рекорд Хабиба Нурмагомедова, в котором нет поражений. На протяжении двух лет он не выходил в октагон в связи с серией трех травм, однако черная полоса позади. Он вновь выступает, он вновь победитель. В тот период времени, пока не было Хабиба, по моему мнению, бои без правил, скажем так, обеднели. Я его еще совсем маленький, помню, в зале у брата старшего, когда он занимался, когда вопросы задавали, а ты будешь бороться или что, он говорит, драться хочу. Все так и получилось. Именно с детства, рассказывает Магомед Джафара, у Хабиба была тяга к смешным единоборствам. Соответственно, благодаря тому, что он имел цели, цели стать лучшим в этом направлении, является лидирующим бойцом ММА в мире. Братья Джафаровы, Магомед и Джафар, известные дзюдоисты, один из которых является мастером спорта международного класса, другой – заслуженным тренером России. Когда я не видел, чтобы он где-то тусил на каких-то таких вечеринках, дискотеках, всегда он был в зале, всегда это же те же самые друзья. Я много бойцов тренировал, много, очень много бойцов именитых сейчас. Но этот парень никогда не забывал меня. Столько внимания я не оказывал ему, сколько, наверное, может быть, тем бойцам, которые у меня были в зале, может быть, я даже ему меньше внимания оказывал. Помнить тех, кто вкладывал в тебя душу, сердце и силы, кто наставлял, помогал, сетовал, не должен ни один спортсмен, отметил непобежденный боец лучшего мирового промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов, так как слава совсем не вечна, а человечность нужна прежде всего для родных и близких. Он также вспомнил слова Джафара Джафарова в период начального этапа профессионального спорта. Меня встречали в аэропорту, по-моему, после первого лета, коротко, не помню, перед Магомеда, говорит, Хабиб Галет, спорт быстро заканчивается. Я помню, как меня, говорит, первые лица встречали здесь, да, видишь, я сейчас, говорит, сам прошёл аренду, здесь никто меня не узнает, я сам здесь встречаю кого-то. Тоже самое быстро уйдёт, говорит, спорт, так что ну, этот слава мне всегда запомнилась. Наверное, это не меняет спортсмена. Он сохраняет свой круг общения. Добр, честен, открыт. И, что немаловажно, совершенствуется. Один из главных организаторов данной пресс-конференции являлся руководитель пресс-службы Булат Чанкалаев, который хорошо знаком с Хабибом Нурмагомедовым. На сегодняшний день Хабиб Нурмагомедов считается самым лучшим бойцом Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, на мировой арене. На встречу были приглашены представители разных средств массовой информации. Самые лучшие журналисты Дагестана, которые в основе работают в спортивном направлении. Директор Республиканского информационного агентства РИА Дагестан Магомед Магомедов поблагодарил спортсмена за визит и за то, что прославляет Северный Кавказ на международном уровне. На моей памяти, что касается Хабиба, когда я первый раз увидел этот сюжет из игры Electronic Arts, мне казалось, что сейчас будет такая информационная бомба, сенсация, там суды пойдут и так далее. И буквально через тень-два я вижу там в соцсетях такое скромное, очень скромное заявление Хабиба, где он говорит, я там истинно верующий мусульманин, я прошу производителя игры убрать вот этот вот сюжет и исправить эту ошибку, которая возникла. Хотя казалось бы, да, другой человек мог бы максимум вот этот плюсов вытащить для себя и рекламных, и там сенсационных, и человек когда вот так скромно себя показал, это еще раз демонстрирует вот именно и пример, наверное, для нашей молодежи, каким надо быть и каким надо воспитывать себя. Слова напутствия и поздравления также прозвучали от Газимагомеда Газимагомедова, начальника оперативного отдела и Базала Дибирова, заместителя руководителя Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства. Если пенсионер Америка борелась за твоего соперника, вся Россия не смогла бороться за тебя. Мы рады, что я тебе гарантирую всех побед в дальнейшем, если терпеть, не ждем твоего боя за полосы. Здесь очень много хороших слов сказали тебе. Я пожелать хочу тебе прежде всего здоровья и выступлений тебе таких, чтобы ты был подготовлен, и они тебе показались легкими. В завершении беседы Магомед Джафаров подарил спортсмену кинжал и картину с изображением имама Шамиля, как олицетворение мужества. Подойдя к фотографиям, также вспомнили те годы, когда спортивный путь Хабиба только начинался. На встречу президента нашего. Мухаммад, это просто скромный человек. Когда я ходил на дзюдо, я помню, что он же выиграл пять раз чемпионат России под дзюдо. У нас в Дагестане такого результата не было и нет. И тогда говорили, что самый любимый дзюдоист Путина – это Магомед Джафаров. Я помню, когда я молодой был, все это говорю. И эта фотка еще висела в зале. Пожалуй, теперь время Хабиба. Будем надеяться на то, что вскоре и его работа, его профессиональный уровень будет на должном уровне оценен президентом Дагестана и России. Хабиба поздравляем! Арслан Дациев, Магомед Семерсултанов, информационная программа «Пульс».